Сегодня мы опять поговорим о том, как помочь двух-трехлетнему малышу заговорить активнее. Часто родители наблюдают, что другие дети, ровесники своего малыша, уже вовсю болтают, читают стихи, пересказывают, а наш только молчит и показывает пальцем. С детьми, конечно, нужно играть, везде путешествовать, все им показывать и постоянно просить их повторять за нами. Но можно и предложить поиграть им на сайте Мерсиба. Как показывает практика, дети начинают говорить активнее, потому что игры Мерсиба вызывают у них большой интерес. Начнем с любимой игры всех малышей – тик-так-звуки. Выбираем любую картинку и повторяем с нашим малышом простые звуки. Кап-кап-кап. Пусть и он повторит кап-кап. Выбираем паровозик. Часто ребенок может сказать такое простое сочетание – чух-чух. Пускай повторит столько, сколько ему хочется. Укололи пальчик. Ой, ребенок сказал ой. Здесь и проявление эмоции, и звук, и интонация. Повторим еще разок вместе с ним. И улыбнемся, подуем на пальчик. Тик-так, 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 тик-так. Это часики. Тик-так, произносит ребенок. Пусть не очень внятно, но старается повторить за вами, ведь он видит, как двигаются часики. Это так здорово. Тик-так, тик-так, тик-так. А можно еще головой в такт покачать. Тик-так. Идем в следующую игру. Игра «Кто сказал ему?» очень понравится нашим малышам. Перед нами красивый домик. Кто там живет? Послушаем звук. Ребенок смотрит на нас и улыбается. Он догадался, что это собачка. Пусть он сначала погавкает, как собачка. И тогда уже нажимаем на слова «Я знаю». Слушаем дальше. Ребенок удивился. Что же это за звук? Не всякие взрослые угадают. А мы проверим. Ну, конечно, это дельфин. Дельфин издает такие звуки. Получится ли у нашего ребенка так сказать? Ну, пусть попробует. Слушаем дальше. Пожужжали, как жачок. Похлопали крылышками. Все, что можно, ребенок должен изобразить нам. И тогда уже нажимаем «Я знаю». Жук. Произнесли вместе. Жук. Пожужжали вместе жучком. Идем дальше. Наверное, это комарик звенит. Пусть ребенок тоже улыбнется и позвенит. Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Откроем папку лексика и достанем оттуда животных. Причем будем выбирать тех животных, звуки которых ребенок уже может повторять. Достали гуся, га-га-га, котика, мяу, цыпленочек, пи-пи, курочка, ко-ко. Достанем собачку, достанем щеночка. Закроем нашу папку. Фон можно пока не доставать, чтобы ребенку было проще смотреть. Мы приготовили всех животных и сейчас можно поиграть с ребенком в игру «Найди свою маму». Пусть ребенок вам подсказывает, пусть он говорит. Старайтесь, чтобы не произносить за него все, ведь ребенок и сам знает. Итак, кто это? Это кошечка. Пусть ребенок произносит так, как он может сказать. Кошка как говорит мяу. У кошки кто? Ребенок цыпленок? Нет, должен сказать нам наш ребенок. Не цыпленок. А кто же? Котенок. Пусть ребенок сам покажет котенка, а вы посадите рядом с кошкой котеночка. Вот его мама. А это кто? Гусыня. Гусыня как говорит? Га-га-га. Кто у нее ребеночек? Щенок? Нет, должен сказать ребенок. Не щенок. А кто же? Гусенок. Как говорит гусенок? Га-га-га. Здесь можно поиграть в интонацию. Пусть гусыня говорит низким голосом. Га-га-га. А гусенок тоненьким голоском, как маленький. Га-га-га. Это кто? Собачка. Спросите ребенка, как она лает? Га-га-га. Кто у нее детеныш? Щенок. А как щеночек лает? Га-га-га или тя-ф-тя. Пусть он говорит разной интонацией. Это очень развивает ребенка. Так, кто у нас осталось? Курочка. Как говорит курочка? Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Курочка, чья мама? Кто у нее сыночек? Вот кто. Цыпленок. Как говорит цыпленок? Пи-пи-пи-пи-пи. А потом спросите у малыша. А кто у тебя мама? Вот твоя мама. Обнимите своего малыша. Поцелуйте. Как он здорово поиграл. Всех назвал. Напоследок можно поиграть в еще одну игру. Поскольку мы говорили сейчас про животных, можно сходить в гости к диким животным. Рассмотрели вместе с ребенком картинку. Пусть он назовет, как сможет, всех животных и птиц, которых он видит. А теперь вместе с ребенком послушайте звуки, которые издают животные. И пусть наш ребенок попробует повторить эти звуки. Кла-па-па-пу-а... Ребушка кла-пы. Кр-ка-пи-пи. Кр-ка-пко-пи. Кр-ка-пи. 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 Это отличная игра для того, чтобы запомнить названия животных, чтобы рассмотреть их, повторить звуки, которые они издают, поговорить о том, где они живут. Ребенку все интересно. Он впитывается в эти знания, и потом вы увидите, как постепенно он начинает говорить все больше и больше. Мы чудесно поиграли с нашим малышом, а теперь пора побегать и порезвиться. Спасибо за внимание.